Приветствую, друзья! Что сейчас делает российская демократическая оппозиция и какая от нее польза? Вы наверняка не раз слышали этот вопрос. Расскажу вам сегодня, чем оппозиция занимается, может ли она договориться и какой от нее весьма практический толк. Есть такой российский антивоенный комитет. Это на самом деле то самое объединение демократической оппозиции, о котором все мечтают. Антивоенный комитет состоит из разных сегментов оппозиции и самых разных людей. Он объединил политиков, экономистов, ученых, артистов, писателей. А еще у комитета есть ассоциированные члены, среди которых диаспоры, общественные организации, представители коренных народов России, феминистские движения, активисты, художники, актеры, музыканты. В общем, это очень широкая коалиция демократических сил. И взаимодействие у нас налажено со всеми. Ну, практически. Может быть, за исключением ФБК. Да и то, по отдельным вопросам мы работаем вместе, как, например, по кампании «Полдень против Путина». Вообще, изначально антивоенный комитет создавался в начале войны с одной целью – объединить и усилить антивоенные голоса российских лидеров общественного мнения. Конечно, впоследствии цели и задачи комитета стали шире. Основные принципы этого объединения известны как «Берлинская декларация антивоенных сил». Эти принципы очень просты, их всего три. Подписанты Берлинской декларации признают, что развязанная против Украины война преступна, путинский режим нелегитимен, а Украина должна вернуть территориальную целостность в международно признанных границах. Но антивоенный комитет и шире демократическая антивоенная коалиция – это не только про принципы разговора. У нас есть совершенно конкретные действия и достижения. Мы много работаем над решением проблем россиян за рубежом. Визы, документы, банковские счета, проблемы на границах и конфискация личных вещей. Нам удалось добиться изменений в пакете санкций ЕС. Мы убрали оттуда наиболее вредные для простых россиян нормы, которые могли оставить их без банковских счетов и средств к существованию. Мы помогли многим россиянам получить гуманитарные визы, временные виды нажительства и постоянные виды нажительства. В том числе нашими усилиями выдача виз талантов и гуманитарных виз во многих европейских странах встала на поток. Мы способствовали тому, чтобы страны ЕС нашли решение для тех россиян, чьи документы истекли или их изначально не было. Сейчас Германия, Франция, Литва, другие страны выдают россиянам так называемые серые паспорта, серые по цвету обложки. Документы, которые подтверждают личность и позволяют путешествовать без российского паспорта. Мы решили проблему с конфискацией машин с российскими номерами, которая в какой-то момент началась, например, в Германии при пересечении границы. Мы добились того, чтобы не применялись абсурдные нормы, которые приравнивали въезд в Европу с личными вещами к импорту товаров из России. Мы создали постоянно работающие группы с западными правительствами и парламентами, что позволяет нам эффективно лоббировать интересы российских граждан. Мы добились того, что Европарламент отказался признавать Путина легитимным президентом на новом сроке. Мы, а конкретно член антивоенного комитета Максим Резник, придумали и провели акцию «Полдень против Путина», акцию, которая стала самым массовым и заметным политическим действием за последние годы. Антивоенный комитет поддержал создание проекта помощи уехавшим россиянам «Ковчег» и проект гуманитарной помощи Украине «Рассвет», а также некоторые другие. При этом главная задача оставалась в контрпропаганде и помощи российским гражданам, как оказавшимся в изгнании, так и продолжающим жить и бороться в России. Наши планы на будущее – это расширение деятельности внутри России и помощь россиянам, которые остаются в стране. Только что у нас прошла большая конференция в Берлине. Главным вопросом на конференции были способы работы с нашими единомышленниками в России. Они в очень тяжелой ситуации, и мы должны заботиться об их безопасности. Но, тем не менее, продолжать с ними взаимодействовать, а в случае необходимости помочь им временно покинуть страну. Важной задачей остается мобилизация российского общества против войны, поддержка региональных активистов, развитие новых форм сопротивления, ну а также помощь семьям политзаключенных. Есть идея создать фонд взаимопомощи россиян для поддержки антивоенных и демократических инициатив. Мы также активно работаем с культурной средой, создавая возможности для российских писателей, художников и музыкантов за рубежом. Творческие люди задают тренды и формируют общественное мнение. Взаимодействие с ними позволяет усилить антивоенные настроения в российском обществе. Многие из лучших писателей, музыкантов и деятелей культуры находятся за рубежом, и мы будем создавать для них те возможности, чтобы они могли продолжать выпускать свои произведения, могли зарабатывать себе на жизнь. Мы планируем новые акции компании, чтобы продолжить нашу борьбу против войны и режима Путина. Мы точно будем принимать участие в едином дне голосования этой осенью. Это снова не выборы в том смысле, что вопрос о смене власти не стоит. Но это важная политическая кампания и возможность донести свое мнение до россиян и способ поддержать демократические силы внутри России. Также в сотрудничестве с другими демократическими силами мы планируем создать единую сеть представителей антивоенного комитета в различных странах. Возможно, это будет что-то вроде почетных консулов. Люди, готовые оказывать консульскую помощь россиянам, от поддержки которых отказалось российское правительство, чиновники и МИД. Некоторые россияне, выступающие против режима, смогли уехать из России. В России против них либо уже возбуждены, либо будут возбуждены криминальные дела, связанные с экстремизмом, терроризмом, с фейками. Это то, с чем столкнется правовая система многих западных стран. Мы будем объяснять западным правовым институтам, что эти путинские репрессивные законы ничего общего с реальностью не имеют. Мы будем подвигать западные страны расширять практику выдачи виз талантов и дальше заниматься проблемами с заканчивающимися паспортами россиян. Наша задача, чтобы как можно больше европейских стран присоединилось к выдаче серых паспортов, то есть европейских документов, которые взамен национального паспорта удостоверяют личность россиян. Прошедшая конференция антивоенного комитета России показала, что демократических антивоенных россиян много и за рубежом, и в России. Есть много задач, часть из которых успешно решается. Часть будет решена. Будет решена, потому что есть люди. Много прекрасных людей, которые хотят для своей страны лучшего и не боятся за это лучшее бороться. Есть не только общественный запрос на консолидацию демократической оппозиции для решения ряда задач, но и ответ на этот запрос со стороны активистов и политиков. Счастливо вам! Борьба за демократическую Россию продолжается, и рано или поздно она приведет к успеху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова